Друзья, всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Даша Аберкина, я стилист, основатель школы Dash Style School и сегодня в этом видео будем с вами лечить самую главную женскую проблему – нечего надеть. Я уверена на тысячу процентов, что хотя бы один раз в жизни с вами такое случалось, потому что у каждой женщины, вне зависимости от объема гардероба, такое однажды случается – я не знаю, что мне надеть. И вот эта ситуация – ты перебираешь вещи, пытаешься что-то на себя надеть, это с этим, это с этим и все не то. В конце концов, ощущение, лучше я вообще никуда не пойду, потому что это просто дико бесит. Если это хотя бы один раз в жизни с вами случалось, обязательно поставьте лайк этому видео, проверьте свою подписку и давайте разбираться, что же с этим делать. За 10 лет обучения женщин в сфере стиля я поняла одну очень важную вещь, что по сути все гардеробные проблемы лежат в двух плоскостях. Первое – что мне надеть, чтобы это мне шло и я хорошо выглядела. Это первая задачка. А вторая задачка – как же соединить одежду между собой в стильные комплекты? И самое главное, почему в этих сферах у нас с вами случаются какие-то пробелы – потому что мы все делаем по наитию. Вот мне кажется, что мне идет эта одежда или мне кажется, что эти вещи должны соединяться друг с другом в красивый комплект. То есть, в основном мы опираемся на свои внутренние ощущения и на вот это понятие «мне кажется». И сейчас я вам открою самую главную тайну – как работают стилисты. Никто не соединяет одежду в комплекты только потому, что мне кажется вот так это красиво. В стиле есть определенные правила и закономерности. Я называю это формулой стиля. Я на канале периодически об этом рассказываю. Кто со мной давно, обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы новички убедились, что здесь много всего интересного и полезного. Так вот, что такое формула стиля? Простыми словами, мы соединяем вещи между собой не только по цвету или по силуэту или по тканям, а в основном мы соединяем одежду друг с другом по стилям. Вот смотрите, я этот пиджак надела с этими брюками не потому, что они похожи по цвету, хотя это тоже классное решение, а потому, что они подходят друг другу по стилю. И хакнуть систему можно только в случае, если вы разобрались с тем, какие бывают стили, как они соединяются между собой и тогда вы сможете абсолютно любые вещи сочетать в комплекты и главное в стильные комплекты. Давайте покажу это сегодня на примере моей коллекции пиджаков. Они все абсолютно разные по стилю и здесь первая мысль, которую мы с вами должны усвоить, что у каждой вещи есть свой стиль, вне зависимости от того, к какой группе она принадлежит. Пиджаки все бывают разных стилей, пуховики все бывают разных стилей, джинсы бывают разных стилей. Улавливаете мысль? То есть, когда вы меня спрашиваете, Даша, а с чем мне носить серый пиджак, к примеру? Для меня эта информация пока ни о чем не говорит, потому что я только знаю, что пиджак серый, а какого он стиля, какого фасона, непонятно. То же самое касается джинсов, брюк, не знаю, пуховиков. Вот сейчас огромное количество разных видео наверняка вы видели про пуховики. Как выбрать идеальный пуховик подо все? Сюрприз в том, что идеального пуховика подо все не существует. Существует идеальный пуховик под ваш гардероб, а в вашем гардеробе есть определенные стили. Вы просто можете не знать, что в вашем гардеробе есть определенные стили. И большинство пуховиков, которые предлагаются на просторах интернета, как универсальные пуховики, которые никогда не выйдут из моды, чаще всего это спортивные модели, которые, например, в деловой гардероб Вообще не подойдут Поэтому нам с вами в первую очередь нужно понять Из какого стилевого направления Та или иная вещь, чтобы ее соединять с другой Уф, надеюсь, не слишком сложно вам объясняю Потому что тема стилей такая большая И сложно ее, конечно, запихнуть в одно видео Но мне хочется, чтобы вы уловили самую главную мысль А в конце этого видео расскажу, как еще можно дальше изучать стили Если вам эта идея понравилась И вы хотите одеваться не как все Не как предлагаю стилистам какие-то стандартные комбинации А искать свои собственные решения И научиться управлять именно стилевыми направлениями Итак, вернемся к моей компании пиджаков У меня здесь три штуки И все они абсолютно разных стилей Смотрите, вот этот пиджак Ну ладно, хорошо вы говорили, я назову это жакетом Я знаю, что есть часть аудитории Для которых очень важно, чтобы я говорила в кадре Жакет Я знаю, что женский Это не пиджак, а жакет, друзья мои Конечно же, я это знаю Но иногда для удобства я буду говорить пиджак Если вас это очень сильно раздражает Я придашу свои извинения Но главное, чтобы вы понимали, как работают стили А как это называется пиджак, жакет Совершенно не важно Итак, что главное нам в этом пиджаке-жакете Нам важно, что он прямого кроя Посмотрите И нейтральный по объему То есть у него нет чрезмерного оверсайза Он не приталенный Он прямой Он слегка, он слегка как бы свободно будет сидеть на фигуре Между ним и телом будет немного воздуха И вот такой пиджак мы отне... Жили жакет, что? Как говорить? Не буду пиджака, да? И вот такой пиджак мы с вами отнесем к стилю casual Casual это повседневный стиль В основе которого лежат прямые пиджаки Прямые джинсы, прямые рубашки, прямые футболки Лоферы, сумки-шоперы, сумки-кроссбоди В общем, все то, что мы носим В повседневном режиме, ежедневном И это стиль casual Вот этот пиджак именно в этом стиле выполнен А вот этот пиджак, посмотрите Он существенно отличается от предыдущего Он, во-первых, приталенный Сейчас, когда я его надену, вы это увидите То есть он скроен, как приталенный по силуэту У него более интересный вот здесь воротничок Он такой фигурный, он с деталями Плюс по цвету, обратите внимание Здесь у нас такая гусиная лапка вне времени А здесь интересный, необычный цвет И вот этот пиджак, ну хорошо, жакет Будет отлично работать с разными романтичными образами Потому что романтика любит цвет Она любит детали, она любит приталенность Вот вся эта история, это романтика Да, и тут важно сделать замечание Что никакого женственного стиля не существует Это придумали блогеры Женственный, может быть, любой стиль Так же, как и более мускулиным Может быть, тоже любой стиль То есть женственного стиля в одежде не существует И вот этот третий пиджак, посмотрите Он вообще отличается от всех остальных Во-первых, он более объемный У него более мощное такое плечо Он более объемный по силуэту Плюс у него широкий лацк, обратите внимание Более такой крупный И вот такой вот нестандартный принт В данном случае это вышивка И вот этот пиджак по вот этим всем критериям Мы относим к стилю авангард Теперь внимание, вопрос Зачем ты, Даша, все это нам рассказываешь? Затем, что для того, чтобы у нас с вами Сложился гармоничный комплект Мы его будем собирать в определенном стилевом направлении То есть пиджак в стиле casual Мы будем собирать с разными казуальными стилями Кэжуал классический, кэжуал спорт, кэжуал шик И все вот эти направления Поэтому для этой вещи нам, соответственно, нужно знать формулы этих стилей Этот жакет мы будем надевать с чем-то струящимся Принтованным, женственным С какими-то, возможно, детальными рюшами и так далее А вот этот пиджак мы будем надевать с чем-то оверсайзным С чем-то более авангардным Более нестандартным и ультрамодным Сейчас мы прервемся на короткий блок И потом я расскажу, как эти пиджаки-жакеты Будем стилизовать в этих стилях И вы увидите, как легко это работает Когда ты знаешь формулу стиля Хочу вам сейчас на примерах трех образов Показать, как работают формулы стилей Потому что мы каждый стиль собираем по формуле И внутри него есть свои правила и законы Связанные с цветом, фасоном и фактурами Но если с этим разобраться Это все становится очень просто Итак, смотрим Все примеры я собрала в бренде Ксения Князева Первый образ у меня в романтичном стиле Я нашла вот такое красивое современное романтичное платье В бренде Ксения Князева Таким признаком мы понимаем, что это современная романтика Смотрите, у этого платья хорошая такая длина Практически макси У него такая притальность Романтика очень любит притальность И вот разные складки Вот такие, посмотрите, какой красивый вырез на этом платье И длинные такие рукава Они чуть выглядывают у меня даже из пальто Это как раз то, что нам с вами нужно Чтобы вещь выглядела современно Вот такое платье Оно будет актуально еще многие-многие годы Поэтому, если вы любите романтику Что-то подобное Я бы искала свой гардероб И романтика, как стиль Она не любит темные цвета Она любит все цветное Она любит принты Она любит различного рода Такие драпировки и детали И поэтому пальто сюда я выбираю светлого цвета Потому что оно сюда идеально будет вставать Если я возьму сюда пальто, к примеру, черное Оно будет смотреться слишком резко для такого платья А вот в данном случае получается то, что нам нужно Романтичный такой образ У этого пальто, кстати, очень классная фактура Оно такое тепленькое и пушистое Сейчас тоже большой тренд И плюс романтика очень любит разные фактуры Возьму сюда еще вот такие цветные перчатки Я вам рассказывала на канале, что в этом сезоне Очень актуальны цветные перчатки Мне нравятся вот такие вот вишневого цвета Тоже все это в Ксении Князевой я нашла Очень, кстати, удобные перчатки У меня размер 8 Обычно мне все восьмерки как-то маловато А эти просто сидят идеально Очень красиво такого вишневого цвета И посмотрите, вроде бы все цвета разные Но при этом вместе это смотрится очень вкусно Следующий образ более дерзкий, такой ультрамодный Здесь ультрамодная длина юбки Макси И широкие такие плечи в укороченном кожаном жакете Мне очень нравится, что у Ксении Князевой Такие разные стили есть в гардеробе Поэтому кому нравится эпатировать Кому нравятся ультрамодные образы Кому нравится авангард Вот этот образ, вдохновленный с Эдлораном Очень и очень вам подойдет Ну и, конечно, актуальный в этом сезоне цвет бордо Я собрала тотал бордовый образ Бордо, кстати, всегда осенью очень актуален А здесь еще очень удачная сидящая юбка На мне 48 размер И посмотрите, как она хорошо сидит на бедрах и в талии И третий образ в стиле 70-х Для тех, кому нравится такой ретро-вайб Кому нравится такая женственность Но в то же время удобство Потому что в 70-е именно так и одевались И посмотрите, какие роскошные джинсы в стиле 70-х Вот с такими красивыми деталями Я нашла, по-моему, идеально Для всех, кто любит что-то нестандартное Но в то же время хочет найти вещи вне времени Вот стиль 70-х в этом смысле идеальное решение У бренда Ксении Князева есть уникальная опция В команде работают профессиональные стилисты Которые помогают не просто собрать образ А могут даже подобрать целую капсулу И консультация такая стоит всего 990 рублей Для сравнения, на рынке любая консультация стилиста Стоит от 10 тысяч рублей А у ребят в 10 раз дешевле Самое главное, нужно заранее записаться на консультацию Потому что всегда большой ажиотаж Но зато к вашему приходу стилист уже подберет вещи Которые подходят вам по цветотипу По вашему типу внешности По вашему запросу По вашему образу жизни А потом представьте Вы приходите в магазин Стилист уже отобрал для вас все вещи Сделал прешопинг И отвечает на все ваши вопросы В процессе примерки Все с 990 рублей Оставляю вам внизу ссылку на персональную консультацию От бренда Ксении Князева И адреса магазинов в Москве Где все эти консультации проходят Так, возвращаемся к нашим пиджакам И первый, который я хочу показать вам в стилизации Это такой кэжуальный пиджак Напоминаю, что такое пиджак в стиле кэжуал То есть повседневный стиль в одежде Это прямой крой Чаще всего он однобортный Иногда может быть двубортный Но вот чаще всего именно такой вариант Посмотрите, есть некоторая свобода Между мной пиджаком То есть он не обтягивает Он достаточно свободный Но при этом у него плечо четко сидит Так, как должно сидеть То есть оно не выпирает Оно не оверсайзное Оно не объемное И, в принципе, весь стиль кэжуал Он строится на прямых линиях У меня прямой пиджак У меня прямые джинсы У меня прямая, достаточно компактная футболка Она не оверсайзная Она не большая, не округлая И вот это стиль кэжуал На ночь здесь могут быть челси, лоферы Балет, как у меня сейчас И мы берем вот такую удобную сумку-шоппер Вот так работает формула стиля кэжуал Соответственно, когда я, например, собираю комплекты одежды Я всегда думаю Какой стиль я хочу собрать И когда я собираю образ Я уже опираюсь не просто на то, что мне так кажется Или я видела, что так блогер какая-то делает А я опираюсь именно на мат-часть, понимаете? То есть я опираюсь на объективные данные И стилевые формулы, которые придумала не я Которые существуют очень много лет И которые будут существовать и дальше Потому что вся мода на самом деле строится на вот этих стилевых формулах Итак, второй пиджак-жакет Мы с вами уже договорились, что он романтичного такого кроя Более женственного, да, за счет приталенности и цвета И я в комплект беру к нему, смотрите, вот такую романтичную блузу Видите, она вот здесь с валанами и такими рюшами Вот такие вот замшевые туфли И украшения тоже в романтическом стиле И все складывается в единый комплект Романтика любит красивые вкусные цвета Романтика любит разные рюши и такие детали А еще романтика любит приталенность Поэтому к этому жакету у меня есть вот такой пояс Который можно тоже повязать Добавив некоторые элементы Здесь хочу, кстати, сделать акцент Что вот так приталивать пояс Можно только такие пиджаки У которых есть либо приталенность в крое Тогда мы можем подчеркнуть талию Либо они оверсайзные И мы можем подсобрать объем Если у вас прямой пиджак Достаточно компактный по объему Не оверсайзный, не какой-то супермодный Не с какими-то деталями А просто обычный базовый пиджак Который может нести к пиджакам вне времени Их приталивать поясом ни в коем случае нельзя Если вы посмотрите Здесь очень много разных деталей у меня Отстрочка, красивые пуговицы И все это задает определенное стилевое направление Так, ну и третий пиджак Его уже у меня вообще язык не поворачивается Называют жакетом Потому что он объемный Оверсайзный Такой с мужского плеча Смотрите, у него расширенное Мощное такое плечо Широкий рукав Видите, он в целом Очень длинный и объемный Такой он более крупный в целом И это тоже авангардный стиль В нем все более масштабные и крупные Поэтому и джинсы Сюда я выбираю Это джинсы из мужского отдела Видите, они такие широкие, объемные Я выбираю сюда странного рода обувь Потому что авангард Обязательно нужно поддерживать странные Обувью, странными сумками Вот сумка у меня тоже такая, видите, нестандартная Сумка, которая называется шейфбег Вот таким вот образом я ее надену Можно ее даже развернуть вот так назад И так тоже, возможно, в авангардном стиле То есть образ должен быть немножко такой странный Нестандартный Но при этом все смотрится гармонично Именно потому, что я собираю каждый образ по стилевой формуле Напишите мне в комментариях, кому нравится такой подход Делать это по стилевой формуле Это по сути, на самом деле, математика Дважды два четыре Делай раз, два, три И получай красивые законченные комплекты В том стиле, который нравится именно вам Потому что у кого-то душа тяготеет К более понятным, простым, прямым формам Кому-то нравится более женственное Что-то более интересное Кому-то нравится более модное, авангардное Такое оверсайзное Выбор только за вами Но самое главное – научиться соединять это в формулы стиля И так, финальный рецепт от «Нечего нарезать» Что делать? Первое – нечего надеть Это потому, что вы сомневаетесь в том, как соединять одежду между собой в комплекты Второе – одежда комплектуется между собой по стилям И понимая, какое стилевое направление сейчас вы хотите создать У вас в голове должна рождаться формула стиля По которой вы легко подберете верх, низ, сумку, обувь, аксессуары И даже верхнюю одежду Я этой темой занимаюсь вплотную Тема стиля и вообще моя самая любимая И поэтому 1 ноября в нашей школе стиля Стартует большой курс, который называется «Стилизация» Это курс, где вы можете научиться комбинировать одежду между собой Как профессиональный стилист И поверьте, после этого курса очень многие наши участники Знают гораздо больше, чем некоторые профессиональные стилисты Потому что информацию по стилям практически невозможно найти нигде в интернете Это исключительно наши практические наработки За 10 лет существования школы В курсе «Стилизация» мы с вами изучим более 25 стилей в одежде Вы научитесь одеваться на повседневку, на работу, на выход, на мероприятия Вы научитесь собирать комплекты вне времени Комплекты по историческим эпохам Комплекты, которые сейчас считаются ультрамодными Потому что есть часть стилей, которые считаются ультрамодными И сможете закрыть таким образом все свои потребности в комбинации в одежде Также научу вас сочетать одежду по цвету, по фасонам и силуэтам И даже по фактурам И в конце будет вишенка на торте Научу вас сочетать несочетаемое и следить за модой, как настоящие стилисты Я, кстати, в этом году вообще закрыла курс для стилистов Я 9 лет обучала других стилистов У меня более 300 специалистов, которые реально работают Не которые просто написали в инстаграме, что они стилисты А реально работают с клиентами Так вот в этом году я закрыла курс для стилистов Потому что считаю, что сейчас в современном мире нет смысла делить людей на профессионалов И стиль для себя Все знания, все приемы работают абсолютно одинаково Хотите вы работать как стилист Или вы просто хотите классно, стильно одеваться Пробуя и экспериментировать со своими образами Все подробности об этом курсе я оставляю внизу в описании под этим видео Мы начинаем 1 ноября И 2 месяца будем погружаться в тему стилей И отрабатывать каждый стиль на практике Это будет очень интересный практический курс Который поменяет ваше отношение с одеждой раз и навсегда И уже к Новому году вы будете жонглировать стилями Как профессиональный стилист Я вас жду приходить Ну а теперь бежи в комментарии Очень интересно почитать, что же вы напишете Всегда с удовольствием читаю ваши комментарии Мне важна ваша обратная связь Спасибо, что смотрите меня И увидимся в следующем ролике Продолжение следует...